И вот в это мраморное чудо света вошла я в 1995 году. Вот правда, дыхание перехватило, естественно, от восторга. Может быть, даже не столько от восторга, сколько от изумления. Неужели так бывает? Здравствуйте, дорогие друзья! Я в Турции. В ближайшие несколько месяцев снимать буду отсюда. Если вдруг вы сейчас слышите на фоне такой приятный треск, я думаю, вы его слышите, это цикады. Вот в этом году они особо свирепые. Правда, я не знаю, чего бы такое придумать, чтобы их заглушить. Поэтому, наверное, единственное, что можно сделать, это смириться. Цикады будут с нами сегодня до конца выпуска. Выпуск в этот раз не страшный, не жуткий. И мы не станем разбирать историю преступления, кто кого убил, почему. Мы разберём ваши вопросы, повеседуем о жизни в таком режиме light. В общем, вы поняли, что у нас сегодня с вами болталка. Мои зрители тоже подустали от тяжёлого кровавого контента. Вот что мне пишут. Долго слушала подкасты, нравится. За поем прослушала процентов 70. А потом стало холодно, слишком много мрака. Я почувствовала ужас перед жизнью. Вот это вот страшная череда обмана и смертей. Я вот даже подумала, а не назвать ли мне так эту болталку? Ужас перед жизнью. Понимаю. Поверьте, я и сама не сразу освобождаюсь от своих историй. Это не так вот, что взяла, отговорила на камеру, умылась, смонтировала, выпустила и выключила себя из розетки. Я человек живой. И мне не хотелось бы, чтобы мои рассказы были запугивающими. В идеале, конечно, хочется, чтобы они были, наоборот, такими целебными, терапевтическими, как минимум воспитывающими. Ведь зло ходит по земле и творят его люди. Как это зло распознать, как его избежать, как самому или самой не стать злодеем или злодейкой. Вот, собственно, что я желаю доносить в историях. Иногда мне это удаётся, иногда не удаётся. После выпуска про катажину я поняла, что надо сделать остановку. Выдохнуть-выдохнуть, ответить на ваши вопросы. Когда я была бизнесменшей, я рассказывала об обратной стороне бизнеса. Зато теперь я могу рассказать об обратной стороне производства подкастов. Так что сегодня вы услышите, услышите исповедь отдельного автора, отдельного YouTube-канала. Но для начала я бы хотела поговорить с вами о жизни женщин в Польше. Вернее, о проблемах, с которыми они сталкиваются, живя здесь. Это навеяло последним подкастом про катажину. Ну а потом поговорим вообще обо всём. Отвлечёмся. История катажина-Вощневская вызвала у моих зрителей не только эмоции, но и вопросы. И вот наиболее часто повторяющийся вопрос, а что вообще за ситуация с абортами в Польше? Ну вот смотрите, если коротко, если одним словом запрещены на законодательном уровне. В 1993 году был принят закон, который позволяет прервать беременность легально лишь только в трёх случаях. Это угроза жизни женщины, это тяжёлая и неисправимая патология плода, дефект. И если беременность наступила в результате изнасилования, тогда да, аборт до 12 недель сделать можно. Ну а в 2020 году, в октябре месяце, Конституционный трибунал решил, что вот это вот второе условие, дефект плода, несовместимый с жизнью, недостаточное для того, чтобы беременность прерывать. И парламент принял соответствующий законопроект. Я помню те дни, народ просто взорвался. Граждане Польши, а тем более гражданки в первую очередь, заявили свой мощный протест. Народ вышел на улицы. Митинги, марши протеста тогда проходили буквально везде, во всех местах. Это было, по сути, народное восстание. Даже в других странах велись демонстрации солидарности с польскими женщинами. Лондон вышел на улицы, Брюссель, Копенгаген, Париж, Берлин. Конечно, аборт — это зло. Но и тотальный запрет абортов — это тоже зло. Что вообще происходит на практике, когда необходимо прервать беременность по первому условию? То есть если есть угроза жизни женщины, прямая угроза. А на практике врачи не решаются эту операцию проводить. Они её откладывают, оттягивают, они боятся это делать. 30-летняя женщина на 22-й неделе беременности умерла от сепсиса, потому что гинекологи в больнице слишком долго не решались удалить замерзший плод. Прошло несколько месяцев, и точно такая же смерть. По тому же сценарию настигла 34-летнюю беременную. Ребёнок умер в утробе, но врачи не стали делать кесарево сечение. Они посчитали, что лучшим выходом будет естественное родоразрешение, если женщина естественным путём будет рожать мёртвый плод. Естественно, женщина погибла, оставив сиротами двух детей. Под прессом общественного мнения закону, полностью отменяющему аборты, не дали ход. Но, тем не менее, просто так, по собственному желанию, без крайне уважительной причины прервать беременность в Польше невозможно. С одной стороны, запретили аборты, с другой стороны, установили ежемесячную дотацию на каждого ребёнка по 500 злотых. Ну вот, казалось бы, разумно, да, стимул иметь больше детей. Но мне обошлось здесь без перекосов. Семьи стали жить на детские пособия. А этих пособий не хватает порой даже, чтобы обеспечить самое необходимое для детей. Я сталкивалась с такими людьми, с такими ситуациями. В блоге «Бывалый бизнесмен» у меня даже ролик есть об этом. Называется «Польша. Страна без абортов». И вот в связи с этим в комментариях под видео о Ващневской звучит и такой вопрос. А что в Польше действительно так живут? Произвели впечатление на моих зрителей вот эти вот тесные жилищные условия, квартиры по 35 квадратных метров. Да, в Польше живут по-разному. Очень по-разному. И сейчас я вам расскажу, что это такое по-разному. Расскажу про контрасты. Итак, про контрасты. У моего мужа был партнер по бизнесу, поляк. И в 95-м году он пригласил нас к себе. Ну, до этого мне приходилось бывать в Польше. То были, правда, поездки такие кратковременные, сугубо рыночные. В начале 90-х я, как и многие наши соотечественники, ездила с товаром на базар. И тогда познакомиться у меня с бытом польских граждан возможностей не было. Я вот просто ходила по улицам и смотрела на фасады домов, любовалась. Я представляла, как в этих домах живут люди. Мне там виделись люстры, картины, диванчики, серебряные ложечки. Вот эстетика. Эстетика, культура, прямые спины, шопен. Я тогда ещё понятия не имела, что пройдёт 10 лет, и я стану в этой стране жить. Ну вот, я выхожу замуж, и мы с мужем приезжаем, можно даже сказать, попадаем в гости к человеку, который проживает во дворце. Ну вот, что вы представляли, действительно дворец, самый настоящий. Построили его в 1914 году. Изначально это было родовое поместье немецкого генерала фон Паулюса. После войны дворец пришёл к польскому государству. Там был то детский санаторий, то банкетный зал, а потом его выкупил один человек для себя. Частное лицо. Сделал там основательный ремонт и поселился со своей семьёй. И вот в это мраморное чудо света вошла я в 1995 году. Ну, конечно, дыхание перехватило. Не столько, наверное, от восторга даже, сколько от изумления. А что так бывает? Это вот каминный зал, бальный зал, эхо, во дворе конюшня, кондиционированная для арабских жеребцов, гараж на 10 умопомрачительных машин, вал. Ну, был ужин, во время которого я, естественно, не могла глотать от волнения. Потом нас поселили в одну из гостевых комнат на третьем этаже. Ну, конечно, после соприкосновения, вернее, столкновения с такой сокрушительной роскошью невозможно просто так вот лечь в постель и спокойно заснуть. Самое главное, что помимо вот этого эстетического шока, мы получили ещё и предложение. Да-да, во время ужина хозяин дворца предложил нам самим построить дворец для себя. Вот прям здесь, вот возле заповедного парка, возле озера, тихо, красиво. Кстати, у этого пана было два дворца, в одном он жил, а во втором было у него что-то вроде офиса. Так вот, возле второго дворца есть чудесный участок земли. Землю он нам продаст по-дружески, недорого, да что там, можно даже сказать, бесплатно нам её подарит. Кроме того, у него есть архитектор, прекрасный архитектор, который сделает прекрасный проект, прекрасного дворца. И нам останется только въехать и жить. Вот купить тапочки с мягкой подошвой, чтобы войти в это мраморное великолепие, вот аналогичное, как у него. Ой, ну я была молодая, мне было тогда под 30, не было ещё 30. Я была наивная, недальновидная, не умеющая просчитывать шаги, я была очень впечатлительная, неопытная. Муж мой тоже был такой, легко воспламеняющийся на идее, он тогда хорошо зарабатывал. И знаете, так просто поверить в то, что ты этого достоин и ты это можешь. Вообще, как здорово представлять себе красивую жизнь, лёжа в роскошной кровати, над тобой хрустальная люстра висит. И вообще, напоминаю, дело происходит во дворце. Кто смотрел мой блог «Бывалый бизнесменш» эту историю знает, я рассказывала. И вот мы утром с мужем, не могу сказать, что проснулись, потому что мы не спали, да, мы утром встали с постели, умылись, спустились по мраморной лестнице к завтраку и сказали, да, конечно, мы согласны. Вот почему я живу в Польше. По собственной глупости, по ошибке, по неумению разбираться в людях, просчитывать шаги. Муж мой с партнёром расстался. К тому времени, как это случилось, наш дворец был уже построен и частично отделан. В Черкассах оставаться было совершенно невозможно. Начались огромные проблемы. Надо было уезжать. Сын мой остался там, потому что он заканчивал школу, а муж мой остался там, поскольку он судился, пытался отвоевать остатки имущества. А мы с дочкой приехали в наш уже к тому времени дворец. И вот тогда я узнала другую Польшу. Наш дворец находился недалеко от хутора. Дочку я отдала в сельскую школу маленькую. Она там подружилась с девочками. Они вместе ходили в костёл. Девочки приходили к нам. И вот однажды я попала волею случая в дом к одной из подружек моей дочки. И это было для меня очередным потрясением. Действительно, потрясением. У меня тоже перехватило дыхание из-за совершенно противоположного чувства. Это даже не бедность. Это вот, как вам сказать, убожество. Вот Короленко, дети подземелья. Да я и сама была абсурдно, контрастно. Вот дама из дворца, да. Но в доме дочкиной подружки было хотя бы тепло. Там печку топили. А у меня во дворце было прохладненько. Очень даже прохладненько. Потому что обогреть такое огромное пространство я была не в состоянии. Денег на это просто не было. И у нас было, да, у нас было очень-очень холодно. Не было денег, чтобы поставить забор. Я уже не говорю о том, чтобы мебель купить. Мы сделали только спальню, маленькую кухоньку. А вообще из мебели у нас был стол пластмассовый, да, и четыре таких пластмассовых белых стула. Вот что я могла себе позволить, так это я могла себе позволить войлочные тапочки. Чтобы ходить по мраморному полу. Мне даже кажется, у меня началось раздвоение личности. Я получила гражданство, вместе с ним получила новое имя. Я вот была Анна, стала Ханна. Вообще всё новое. Новая страна, новый язык, новый образ жизни. Даже не жизни, а выживание. Да, новый образ выживания. И чтобы как-то себе успокоить, вернуть равновесие, я, бывая в городе, ходила и смотрела на дома. Старые, красивые дома. Они называются каменицы. Я любовалась, мечтала, что, может быть, всё плохое и странное в моей жизни закончится, наступит новая хорошая полоса. Я выберусь из дурного дворца и поселюсь вот в такой каменице. И буду там умиротворённо жить, колотить серебряной ложечкой сахар, вспоминая прошлое как глупый сон. И знаете что? Однажды я побывала в такой каменице у своей знакомой одной. Оказывается, там печное отопление. Лифтов, естественно, нет. Уголёк надо носить по ступенькам. Этажи высокие. Вот там третий этаж, это как по хрущёвским меркам четвёртый. Очень высоко. Любопытно, что туалет находится на лестничной клетке. И туалет этот рассчитан на несколько квартир. Да, я тоже не поверила. Но так оно и есть. Так немцы строили в конце 19-го, начале 20-го века. Вот такие у них были стандарты почему-то. Кстати, ноктюрнов Шопена я там не слышала. Серебряных ложечек тоже не заметила. Польша живёт по-разному. И я тоже в ней жила очень по-разному. Поэтому когда-нибудь, если захотите, я, может быть, расскажу, чем мне вообще приходилось заниматься, что мне тут приходилось делать до того, как мы открыли гостиницу. И вообще, как мы её открыли, почему мне в голову пришла эта идея. Ну а современная Польша очень сильно отличается от той, которая была 20-25 лет назад. Углём сейчас уже никто не топит, потому что это уже запрещено. Но во дворцах сейчас жить не модно. Вообще сейчас не модно хвастаться достатком. Важнее сейчас не шик, а комфорт и удобство. Я с большой осторожностью стала вводить в свой репертуар польские истории. Я опасалась, что вам они просто могут быть неинтересны. Но неожиданно оказалось, что это не так. Выпуск о Вощневской получился очень длинный. Просто его нельзя было сократить без ущерба для содержания. Можно было только увеличить. К Вощневской я стала готовиться очень давно. Вот параллельно с Буслаевой и Журавлёвами я читала и слушала материалы о ней. Вся эта канва сначала собирается комом, так сказать. Потом этот ком следует разобрать, найти начало. Вот откуда историю начинать рассказывать, то ли с детства героине, то ли с момента, как у неё появился ребёнок, а может быть, с самого преступления. И вот это для меня самое сложное. Я не умею сделать конструкцию. Мне сложно раскроить сюжет. Вот я готова красиво сшить историю словами по уже готовой выкройке. Вот если есть план. Если есть план, то да. Я наполню его рассказом, повествованием. Я добавлю каких-то там словесных оборочек. Я это всё умею. Но для этого должен быть ещё кто-то, кто мне даст вот это вот лекало. А его нет. Возможно, у меня получается рисовать образы, вот повествованием передавать зрителю картинки. Но строить композицию я совершенно не умею. И я сама лично люблю, когда история идёт линейно. Вот от начала по порядочку и до конца, до финала. Вот как хлеб печётся. Запариваешь дрожжи, потом замешиваешь тесто, ждёшь, когда оно подойдёт, потом второй раз подойдёт, потом ставишь в духовку и в конце концов вынимаешь оттуда готовую душистую такую румяную буханочку. Но когда повествование идёт линейно, оно плоское, в нём нет динамики. А чтобы была динамика, чтобы был рельеф, надо события как-то так переставлять местами. Зрители и так засыпают под мои истории. Я их убаюкиваю. Чтобы они не засыпали, надо их держать в тонусе. Чтобы их держать в тонусе, надо динамика. Чтобы была динамика, надо какие-то повороты резкие делать. Там события сдвигать. В общем, сижу я, закусив нижнюю губу, и думаю, а как это сделать? Как это сделать? Я не знаю, как это сделать. Кручу я этот сюжет, верчу, как кубик Рубика. А он крутится-то, он крутится, но не складывается. Работа у меня одинокая. Совета спросить не у кого. Хожу я с этим кубиком, ношу его, даже спать с ним ложусь иногда. Очень радуюсь, когда план, наконец, выстраивается. А раз есть план, есть последовательность, значит, можно спокойненько шить, пришивать свои оборочки, мастерить. С оборочками, кстати, тоже очень важно не переборщить, потому что когда слишком красиво, это некрасиво. Вот если помните, были такие подвесные потолки модные, наверное, лет 25-30 назад, да, сложных-сложных форм, лепесточками их там выкладывали, парусами какими-то, чего только не было. Смотришь на такой потолок, и почему-то не думаешь, вау, как красиво, а думаешь, ого, сколько работы. Работа видна, а красота нет. Я свои видео иногда пересматриваю, но не потому, что я люблю на себя смотреть, нет, а для того, чтобы выловить недостатки, выявить. Поверьте, это очень неприятное занятие, когда ты смотришь на себя, видишь свои косяки, тебе за них неудобно. И вот чем старше видео, тем хуже, хуже мне это даётся, потому что тем больше в нём этих косяков, этих недостатков. Не одна я занимаюсь этим. Аудит канала Анна Ханна дважды проводили специалисты от Ютуба, эксперты. И вот что оказалось. Оказалось, что я делаю лишние, ненужные вещи. Лучше, оказывается, входить без вступлений. Вот так вот Катажина Вощневска родилась 10 августа 1990 года в городе Сосновец. Ну вот как вам сказать, я, опять-таки, я застрявшая в 90-х, в 2000-х, взрослая женщина. Я люблю попадать в дом через коридорчик. Пусть будет небольшая прихожая, где можно разуться, оставить одежду, почувствовать запах дома, немножечко привыкнуть, как бы адаптироваться. Я люблю дома, где есть прихожая, где есть коридорчик. И в моих видео тоже есть коридорчик. Возможно, надо эти коридорчики сокращать. Да, ну, мне пока кажется, только кажется, не факт, что я права, что пусть лучше у меня неправильно будет коридорчик, чем правильно его не будет. В общем, когда план с тезисами написан, когда все готово, наступает волнующий или волнительный важный день, когда все то, что я собрала, узнала, обдумала, следует красиво, ну, или, как получится, изложить перед камерой. Вощневску я решила снимать в комнате с перевернутыми цветочками, несмотря на то, что была очень сильная жара. В той комнате кондиционера нет, можно было пойти в гостиную снять там, но я вот человек привычки. Люблю я свой неуклюжий уголок, он для меня такой уютный, такой родной. И вот хотя умные люди советуют разнообразить интерьер, менять, так сказать, фон. Вот я не люблю это делать. Мне нравится снимать именно там. Итак, наделая блузку с длинным рукавом, расположилась перед объективом, и процесс пошел. В этом процессе самое главное не сбиваться, не вздыхать, не частить, следить за осанкой, смотреть в камеру. Две последние вещи даются мне с трудом. По идее, как надо? Спина прямая, плечи назад, лицо вперед, в камеру взгляд, зрачками не водить. Но я что заметила? Чем ровнее у меня спина, тем напряженнее, глупее у меня взгляд. Ну, не дается мне осанка. Анко-антиосанка. И если выбирать между прямой спиной и взглядом нормальным, то я все-таки выбираю взгляд. Пусть я буду сутулая, но натуральная, естественная. И вот что получается, всегда с собой на такие длинные съемки я беру водичку, ставлю возле себя там кружечку, чтобы она не попадала в кадр, и время от времени эту водичку пью. А жара? И в тот раз я взяла большую такую кружку вишневого компота вместо воды. Наваристый такой, интенсивный компотик. И вот перед тем, как снять финальную часть, где я там выводами своими делюсь, собственным отношением, героями, такая, знаете, эмоциональная часть очень. Ой, я взяла эту кружку с компотом и выпила этот компот вот одним махом, там, чуть ли не пол-литра. Фух, отдышалась, выговорилась на камеру, выключила, значит, все это дело, проверила на звук. Вроде бы звук есть. Все хорошо, отлично, довольная. На следующий день села монтировать. И вот сижу я в халате, монтирую, дошла до финальной части. И что я вижу в этой финальной части? Ну, вроде бы ничего такого особенного, а все-таки, а все-таки две маленькие, такие тоненькие, такие, знаете, по бокам рта полосочки, темно-красные. Вот как раз в тон моей блузки. Они не настолько большие, знаете, чтобы так сразу бросились в глаза, но и не настолько маленькие, чтобы их вообще не заметить. Ай, а говорю-то я о серьезных вещах, с надрывом говорю, искренне, от души, эмоциональны, с комом в горле, чуть ли не со слезами на глазах. Ну, нельзя говорить так о таких вещах, когда у тебя вот такие вот компотные хвостики. Вот тут вот. Пришлось всю эту послекомпотную часть переснимать. Да, это заново краситься, заново расчесываться, заново нести камеру наверх, заново устраиваться перед этой камерой, там свет настраивать и так далее. И все равно вот второй раз невозможно сказать так, как в первый раз, потому что потерян нерв. Да, я нервничаю, безусловно, я нервничаю, но я нервничаю по другому поводу. Я нервничаю от того, что это пересъемка, я нервничаю от того, что я глупая женщина, потому что не проверила в зеркало, как я выгляжу. В общем-то, если что, я очень сильно жалею, что я не оставила эти кадры, надо было их оставить и, может быть, как-нибудь вас посмешить, показать. Но я их удалила в злости. А то, что получилось, я не знаю, заметили ли вы разницу какую-то или нет в прошлом выпуске про Катажину Вощневскую. Да, это был дубль 2. Дубль 2, увы, технически лучше, чем дубль 1, но эмоционально хуже. Вообще, в процессе съемок разные вещи происходят, и все эти разные вещи выползают при монтаже. Когда я снимала подкаст про Марину Голуб, я позволила себе сравнить исполнение роли вас, как это делала Марина Голуб и Инна Чурикова. И вот в процессе монтажа оказывается, что, когда я говорила про Чурикову, Инну Михайловну Чурикову, какая-то то ли мошка мимо меня пролетела, то ли еще что-то. Я от нее отмахнулась и так очень некрасиво, неэлегантно сделала глазом. Причем я даже сама этого не заметила. Ну, очень вышло так комично и странно. На слове Инна, Инна, и мне пришлось это слово Инна вырезать. В ролике видна эта склейка. Уважаемую актрису, которую я лично очень уважаю. Инна Михайловна ушла недавно из жизни, как вы знаете. Да, вот уважаемую актрису я обрезала ножничками до фамилии. И мне сделали замечание под видео. Я ждала этого замечания. Думаю, заметят или не заметят? Заметили. Заметили. У меня наблюдательные зрители, что мол, почему Голубь Марина, а Инна Чурикова просто Чурикова? Вы имя пожалели? Нет, я не пожалела. Вот просто так получилось. В ролике про семью Соколовых про хоккеиста я зачем-то хоккейный клуб называла не СКА, а СКА. И вот когда уже весь ролик был готов, весь подкаст, муж посмотрел, говорит, что ты так странно называешь хоккейный клуб СКА? А как надо? Надо СКА. И вот представляете, микрозвук Э, СКА, вот это вот Э надо было вырезать там в нескольких местах. Я сидела, вырезала с такой ювелирной точностью, пыталась попасть вот в это вот такое крохотное, длинное слово легче убрать, чем вот такое вот малюсенькое, малюсенький звук. Но чего не сделаешь, как говорится, ради искусства. Вот интересный вопрос кто-то прислал из зрителей. Какой подкаст вы считаете самым удачным, а какой самым неудачным? Я ответила, что все в принципе неудачные. Особенно те, что были до Ники Турбиной. Вот только после Ники Турбиной стало что-то получаться более или менее стоящее. я пришла к выводу, что нельзя делать быстро, нельзя на износ, нельзя бегом, нельзя лишь бы успеть, ведь это драма человеческая. О каждой драме можно написать роман отдельный и о Ники, и о Сорине, да и вообще обо всех. Вот мне иногда пишут, зачем вы тратите свое и мое время на таких плоских людей? Ну не знаю. Вообще вы знаете, мне кажется, может я ошибаюсь, но каждый отдельный человек не менее интересен, чем все человечество вместе взятое. Почему выпуски не каждую неделю? А вот поэтому не получается. Каждый этап работы над видео, он требует времени. Я живу циклами. Когда был отель, я жила, ну можно сказать, от свадьбы к свадьбе. Отработали свадьбу, вымыли все, вычистили, проветрили и сразу же готовимся к следующей. Ну а сейчас я живу от подкаста к подкасту. Только свадьба — это работа коллективная, там задействовано много людей. И свадьба, уж не обижайтесь, но это мероприятие все-таки шаблонное. А подкаст это интпашив. Каждая история отдельная, каждая история другая. Сначала надо вложиться творчески, потом надо вложиться технически, все это там дело смонтировать и так далее, выпустить, потом необходимо прочесть комментарии, ответить на них. И как я уже говорила, каждую историю надо пережить, после нее надо отойти, потом погрузиться в новую, вникнуть. Ну невозможно это делать быстрее, невозможно. Я вообще очень жалею, что раньше я делала подкасты раз в неделю. Это неправильный темп. Так нельзя. Зарабатывайте на чужих несчастьях. Как вам не стыдно? Ну за что стыдно? За несчастья. Они уже случились, произошли. Может быть как раз есть смысл разобраться, почему они случились, что было причиной, что стало следствием. Мне лично очень сильно не хватало в свое время таких вот лекций жизни. Только не в виде лекций, не в форме лекции, а в форме именно бесед. И вот сейчас в зрелые годы я пытаюсь делать то, что хотела сама бы услышать, будучи молодой. Ну а по поводу зарабатывания, да, я получаю деньги от платформы YouTube. Это деньги за рекламные вставки, которые прерывают ролик несколько раз. Я получаю за это деньги и получаю за это претензии от зрителей, потому что эти вставки их раздражают, нервируют, мол, сильно уж их много. Я в ответах на комментарии такого рода отвечаю, что я как автор не влияю на количество рекламы. Это устанавливает сама платформа. В зависимости от популярности ролика, от его длины, я не знаю, какие там у них правила, но я ничего с этим сделать не могу. Единственное, что я вам могу посоветовать, установить YouTube премиум. В таком случае вы не будете видеть этих реклам не только на моих роликах, а вообще на всех роликах. Если вы часто смотрите YouTube, то, может быть, стоит подумать над такой опцией. Чтобы зарабатывать, действительно зарабатывать, необходимо делать так называемые рекламные интеграции. Что это такое? Ну, сейчас постараюсь вам продемонстрировать, как это выглядит. Вот, представьте себе. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анна Ханна. История, которую я вам сегодня расскажу, произошла с вполне обычными людьми законопослушными, тихими, нормальными. Супруги Н недавно поженились, въехали в новый девятиэтажный дом, где спокойно проживали, не мешая соседям. Встречаясь с кем-нибудь из них в лифте, молодой Н лишь коротко здоровался. От вопросов и разговоров отгораживался наушниками. Мол, видите, я слушаю, значит, просьба не беспокоить. В наше время очень многие слушают что-нибудь по дороге на работу. Читать некогда, а вот слушать другое дело. Н любил аудиокниги. Аудиокниги на канале XYZ. Так что слушайте, пожалуйста, ещё 60 секунд об этом канале. Вот это называется рекламная интеграция, и так зарабатывают блогеры. Я получала предложения по поводу этих интеграций, получала и получаю, но решиться почему-то на это не могу. Так, мне кажется, я сейчас ухожу в жалостливую балладу о блогере. Песня о блогере вот что-что, а умею я сочно, красочно страдать. Получается у меня такой жанр. Вот сейчас вот растяну меха, и исполню арию из оперы «Ой, как трудно жить на свете». Нет, ничего плохого не подумайте. Я люблю то, что я делаю, я делаю то, что я люблю, всё у меня нормально. Единственное, что, может быть, надо менеджера какого-нибудь толкового подыскать или монтажёра, или и менеджера, и монтажёра. Да, надо думать. Вообще странно получается, вот я сижу в Турции и рассказываю про Польшу. В Турции сейчас жарко, очень жарко. Мы, когда сюда приехали, горели леса возле нашего города, возле Кемира. Работала пожарная авиация, леса потушили. море тёплое, всё здесь прекрасно, всё здесь хорошо. Естественно, пришла ко мне больная кошка в первый же день. Ну вот приходят ко мне больные коты, они меня как-то чувствуют. Мы её, безусловно, сразу же стали лечить. Вот она. Пришла она к нам вся такая слезящаяся, с тусклой шерстью, плохо дышала. Мы уже прошли курс антибиотиков, глаза ей закапываем, откармливаем её. Она уже стала самостоятельно умываться. Вот аппетит появился. В общем, хорошеет кошка на глазах. Прям невеста. Некоторое время назад YouTube почему-то зашифровал имена пользователей. Теперь я не вижу ваших имён. Я вижу только слово юзер. И после него там набор цифр, каких-то там значков. Это очень неудобно, потому что отвечая на комментарии, я не знаю, как к вам обращаться. Я хочу каждую из вас назвать по имени, но такой возможности у меня нет. Поэтому позвольте, я вас просто поблагодарю, скажу вам огромное спасибо. Передам вам привет из солнечной Турции. Пожелаю добра и здоровья вам и вашим семьям. И пожалуйста, не уходите ещё буквально две минутки. Они быстро пробегут, обещаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну вот уже и солнышко зашло, тёплый турецкий вечер наступил. Вот вы что, вы думаете, это всё или все? Нет, конечно, вас очень много, от Канады и до Кореи. Я вот тут вот сижу на стульчике и ловлю ваши приветы, лайки, пожелания, тёплые слова. И я вам тоже того же желаю. Если вы сейчас едите, то приятного вам аппетита. Если вы готовитесь ко сну, то спокойной вам ночи. Если вы идёте на работу, то хорошего вам рабочего дня. Если у вас неприятности, то пусть они пройдут как можно скорее. Пусть у вас будет всё-всё хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»